В Евангелии от Иоанна в 15 главе 7 стих Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Итак, мы должны понять, очень важно, Иисус, Он пришел, и прежде чем Он исцелял, приходили люди с различными болезнями, слушали, что Он говорил, Он проповедовал, Он учил. Для чего Он учил? Для того, чтобы люди могли услышать, потому что необходима вера. Иисус, Он ничего не мог сделать. Библия говорит, что Он был там, в том месте, где не верили в Него, и не верили Его словам. Он ни одного больного там не исцелил, ни одного духа нечистого не изгнал. И Он вообще ничего не мог сделать, потому что люди не верили из-за неверия. Потому что мы иногда думаем, что если Бог такой великий, Он сильный, а Он великий и сильный. И Он обладает всей полнотой, силой, величия и могущества. Но почему тогда Господь Иисус, Он не исцелял людей в виде уже больных? Он был полон сострадания, Он был полон милости. Почему Он не мог исцелить никого? Потому что Бог, Он поступает в соответствии со своим божественным замыслом, промыслом, как Создатель. Он сотворил нас свободными, Он вложил нас в волю, Он дал нам душу, Он вдохнул нас в дух. И поэтому Он не может переступиться, если человек не уверует в Него. Если человек не примет, а для того, чтобы человек уверовал, необходимо прибыть в Слове Божьем. А для того, чтобы прибыть в Слове Божьем, нам нужно услышать Слово Божье. И вот апостол Павел, в Деянии апостолов тут сказано, если вы посмотрите в 14 главе, он пришел в Листру. И там был некоторый муж, не владевший ногами. И казалось бы, он никогда, апостол Павел, не был движим нуждой человека. И Бог также не движим нуждой. Если есть болезнь какая-то, Бог полон сострадания, Он уже совершил исцеление. Иисус взял эти болезни. И вот апостол Павел пришел и увидел человека, который там не владел ногами, потому что он был хром от чрева матери своей. И никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла. Да, слава Богу. И очень важно слушать. Вот сегодня мы говорим Слово, и вы слушаете там на той стороне. Вы слушаете Слово, которое действительно с небес от Господа. О Божьей любви, о Божьем исцелении, о том, что Бог благословил вас. И вот он слушал говорившего Павла, взглянув на него и увидев. Я не могу сейчас увидеть вас там с другой стороны экрана, но я чувствую, что вы слушаете. И я чувствую, что Слова Божьи, этот Дух и Жизнь, Он ходит внутрь вас. И я прямо сейчас вижу некоторых людей, которые уверовали. И вы уверовали уже давно. Потому что слух об этих программах, о марафоне уже распространяется. И я помню, когда я был юношей, мне было всего лишь 14 лет. И в Таллине началось в Эстонии большое движение. Движение исцеления. И люди стали туда стекаться с разных сторон, с разных концов Советского Союза, с разных республик люди ехали для того, чтобы за них помолились и чтобы они получили исцеление. И они уже были настроены, они верили, что если они приедут туда, за них помолятся, возложат руки, они будут здоровы. И вы знаете, мы получали свидетельство. Я помню, я был тогда еще мальчишкой, но я очень хорошо, когда ты еще молодой, у тебя память работает отлично. И люди приезжали и говорят, вы знаете, что случилось? Вы знаете, что произошло в моей жизни? Я просто еще подъезжал к какому-то городу, я молился Господу, и вдруг болезнь ушла. Она исцелилась. И человек был полностью здоров. Даже, говорит, вы не молились за меня, даже вы не возлагали руки. Некоторые приезжали, за них молились, возлагали руки. Я помню, одна бабушка, она приехала издалека и привезла своего внука. И внук был нем, он не мог разговаривать, и глух ко всему прочему. И они молились, и родители молились, родители не могли поехать, потому что они работали. Откуда-то с Украины они приехали. И бабушка привезла его, и за него помолились, возлагали руки, и они уже возвращались назад. И когда они ехали в поезде, бабушка сидела и говорит, о, Господи, вот мы столько потратили времени, молитвы, постились, ожидали, ничего не случилось. И она так гревала и плакала, и сетовала. Ну, понятное дело, человеческое огорчение. И вдруг она обратилась к своему внуку, и он ей ответил, говорит, бабушка, ты что плачешь? Он, аллилуйя! Он привыкли, не разговаривает. Такие вещи происходили. И когда человек проявляет веру, и когда он по-настоящему затронут Словом Божьим, то с ним произойдет то же самое, что произошло с тем мужчиной. Я видел это, и я видел это в своей жизни, и видел в жизни других людей, что это действует и сегодня. Слово Божье, оно верно, оно истинно, и сам Бог стоит за своим Словом. И оно никогда не изменяется, потому что оно произнесено выше всего на небесах, и оно действует для каждого, кто верит. И таким образом человек, когда он... Это же не просто люди возложили руки, не просто они помолились. Человек уверовал, человек принял Слово. И очень важно, чтобы была вера. Там один... Я вспоминаю, когда вот этот случай, я видел сам лично, это взрывает атмосферу. Это по-настоящему зажигает все кругом, когда люди видят, что Бог, Он живой, Он действенный. И Он в последнее время будет показывать нам свою силу, свое величие, свое обущество. Аминь, да, слава Богу. Там пришел один такой же вот с детства, значит, человек, не водевший ногами. И вот брат Рейн, он еще сейчас живой, между прочим, я недавно был там в Эстонии, я видел его. И он рассказывал об этой бабушке, и рассказывал об этом ребенке, говорит, вот такое случилось. И потом он вышел там, он проповедовал, вышел, подошел к этому мужчине, который сидел в коляске. И он возложил на него руки, говорит, и тебе это надо во имя Иисуса. И когда он возложил руки, и сказал, и тебе это надо, такая тишина была кругом. Люди все замолчали. И вдруг этот человек вскочил. И начал прыгать. Слава Богу. И говорит, о, мои ноги исцелились. Сила Божья, огонь прошел через мои ноги. И он скакал там, я помню, он скакал там в собрание, оно начиналось где-то молитва в 4 часа, потом в 6 часов было собрание молодежное, и он весь вечер скакал. Люди все сразу побежали вперед. Помолите за нас, помолите за нас. Потому что это невозможно обмануться. Это не просто какое-то там, знаете, инсталит. Это действительно самое настоящее чудо Божие. Но вот необходимо было этому человеку услышать про эту бабушку и про этого внучка. Услышать, что Бог, он исцеляет. В нем загорелась вера. И когда брат Рейн подошел, возложил руки на него, и он вскочил и прыгал. И потом люди увидели, вау, смотри-ка, Бог действительно живой. И в это время столько чудес, в этот вечер, столько чудес произошло. Сердца людей открылись. И поэтому я говорю тебе, кому, кто там на той стороне находится сейчас, и слушает во имя Господа Иисуса Христа. Точно так же, как апостол Павел. Он взглянул на него и увидел, что он имеет веру. Он получил веру через слышание. Он когда слушал, то вера пришла в него. Это такое интересное действие. И вы сейчас слушаете. И я чувствую, как вера, она начинает действовать в вашей жизни. И он увидел эту веру. И он увидел, что имеет веру для получения исцеления. Сказал громким голосом, громким голосом, тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа. Встань на ноги твои. Прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю. Прими свое здоровье. Прямо сейчас возложи свою руку. Правую руку на то место, которое у тебя болит. И не важно, какая бы там была болезнь. А другую левую руку подними к небу. И во имя Господа Иисуса Христа из Назарета мы провозглашаем все вместе, что в этом имени для тебя исцелили болезнь. Мы повелеваем тебе оставить эти тела. Во имя Иисуса Христа. Сила Божья. И помазание. И Святой Дух. Он прямо сейчас проходит через твое тело. Он оживляет каждую клетку твоего тела. Дух Святой, Он сейчас затрагивает. Он берет от Иисуса то здоровье, которое Иисус уже давно для тебя приобрел. Иисус сказал, что Святой Дух, когда Он придет, Он возьмет от меня и даст это вам. Принимай прямо сейчас. Во имя Господа Иисуса Христа. Принимай свое здоровье. Принимай свое исцеление. Если ты был болен в ногах своих, встань и начни своей ногой испытывать и смотреть. Боль должна уйти во имя Иисуса. Я запрещаю этой боли. И я повелеваю ей оставить эти тела. Тела, которые Господь искупил. Тела, которые Иисус приобрел своей собственной кровью. Библия говорит, что кровь Иисуса Христа, которая пролилась, она приобрела наши тела. Иисус купил наши души и наши тела. Иисус получил власть над всякой плотью. И вся власть принадлежит Иисусу над твоей жизнью. И поэтому никто другой, ничто другое не должно обладать тобой. Иисус, Он приобрел тебя, и Он даровал тебе здоровье. И прямо сейчас мы знаем, что сила Божья, она движется. Она касается. Помазание. Помазание Святого Духа проходит прямо сейчас через больные места. И сила Божья затрагивает тебя. И я благодарю Господа. И благодарю вместе со мной. Скажи, Господь, благодарю Тебя за твои раны. Благодарю Тебя за твою святую кровь. Благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, уже совершил мое исцеление. И благодарю, что Ты взошел на небо. И Ты послал Святой Дух. И помазание Святого Духа разрушает всякие оковы. Прямо сейчас помазание разрушает все оковы в Твоей жизни. И это касается Твоего здоровья в Твоем теле. Будь здоров во имя Иисуса. Будь восставлен во имя Иисуса. Стань на ноги Твои во имя Иисуса. Стань и начни делать то, что Ты не мог делать. Начинай двигать своими руками. Начинай двигать своими ногами. Начинай делать вещи, которые для Тебя было сложно делать. Начинай действовать. И в этот момент сила Божья, она пройдет и затронет Тебя. И ты увидишь, что Господь, Он везде, на всяком месте, где призывает Его Игорь. Он там с Тобой. И Он, конечно же, любит Тебя. И Он приготовил для Тебя все самое лучшее, чтобы Ты мог наслаждаться теми благословениями, которые так дорого и так стоило для Него, Его, так сказать, жертвенном подвиге. Да благословит Тебя Господь. И затронет Тебя. Верь Господу. И начинай делать, начинай двигаться. И ты будешь просто... Там стали прославлять учеников. Но мы знаем, что не ученики и не апостолы исцеляют, а исцеляет Господь. Он исцелитель. Если ты затронут, воздай славу Господу. Если нет, знай, что это все равно все принадлежит. Господу Он все даровал. И мы сейчас... Я знаю, что сила Божья начала действовать. И так таблетку принимаешь, и она начинает работать. Так как сейчас помазание пришло, и оно начало работать. Некоторые сразу исцеляются, некоторые постепенно, но исцеление начало с той жизни. Оно начало с той жизни. Аминь. И я благословляю тебя во имя Иисуса. И благодарю Господу за то, что Он твой Господь. И Он любит тебя. И Он приготовил для тебя самое лучшее, самое дорогое, что у Него есть. Потому что Он Господь, благословивший тебя и даровавший тебе всякое благо. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»